Доброго времени суток! Поздравляем с церковным праздником! Святые память которых в этот день празднует Святая Православная Церковь! Славите Бога о нас! По просьбе наших зрителей мы начинаем разбор сатанинской рок-музыки. Наши зрители неоднократно просили высказаться по поводу творчества ансамблей Христа Спасителя и Матера Земля Батюшка и Бабушка Вот только мы не будем называть эту музыку сатанинской, потому что это, во-первых, выглядит как навешивание ярлыков, во-вторых, не все эту музыку называют сатанинской. Вот, например, Кураев называл ДДТ христианским роком, а многие старцы говорили, что вообще христианский рок не бывает, и рок это всегда плохо, всегда антихристианский. О, сурово! Мы будем называть вот эту музыку рок-музыка, в которой поднимается тема церковь и общество. Вот так будет и правильно, и политкорректно. Да. Потому что это и рок, и про церковь здесь поют, и про общественные проблемы. Да. А дьявол сатана здесь не упоминается вообще. Абсолютно и близко, даже его там нет. Это наши зрители, которые себя считают сатанистами, они вот так эту рок-музыку обозвали. Возможно, у них в сатанинской среде это модно, вот эта музыка. Но мы ее будем называть именно рок-музыка, в которой поднимается тема церковь и общество. И еще ради чистоты эксперимента мы не читали и не смотрели никаких критических материалов по теме. Про эти рок-группы мы ничего не читали. Мы просто послушали разные произведения этих коллективов и выбрали по одному клипу, который нам больше всего понравился. Ну, с чего начнем? Ну, давай начнем. Ансамбль Христа Спасителя и Мать Сырая Земля. Наши иконы, которые самые красивые, как известно. Ага, да, так называется эта песня, кстати. Ух, бабка какая! Суровая! Ух, где я такой? Покрестилась. Зрители перекрестила. Ебнула. Почему подмытые? Да скорее наоборот! Икона перевернутая какая-то. Наши иконы самые красивые, пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам На полочки ставят вообще-то иконы, особенно таких. Конечно. А, ее бабка отругает, не пустит без платка. Сейчас, да, должна погнать. Совсем не в теме, это мужик переодетый. Ну да. Который не в теме. А, это чур-то херня. Это что за бред? А что вырваться? Совершенно, и в видеориаке слова абсолютно не в тему. В общем, все куда-то не туда. Наши иконы сверхблагочестивые. Вот девка на качелях качается, вместо того, чтобы с бабкой ругаться. А, не связываться с ней, чтоб. Ой, фу, Дэнс. Бред какой-то. О, пошел, тошни. В общем, надо лучше бы этим друзьям на английском петь, чтоб непонятно было. А, верно, да. Ну только вот появляющаяся бабка зачетная, но и то не православная, а именно просто бабка. Просто бабка, да. Появляется. Обычная, да. Ты одетый мужик в роли бабки. Естественно. Красивая. Пам-пам-пам, пам-пам-пам-пам. Наши иконы получат благодатные. Пам-пам-пам, пам-пам-пам-пам. Чтобы было бы более право. Ой, что? А че, коту? А зачем крутить крестом? Да, че это? Ну, юбка зачетная, да. Это там, парень с пистолетом. Куда-то фигни. Ага. А это че, бухает? Яской купил. Девка на качелях качается, вместо того, чтобы в храм ломиться. Ага. И с этой бабкой ругаться. Это вообще было бы... Такой вообще шанс упустили. Ну да, такой шанс хороший. Ну а это че она кравляется? Ползает какой-то зомби. Ха-ха-ха. И туалет. Причем туалет? Ха-ха-ха. Не, ну кривляется зачетно, конечно. Ну хотя бы смешно, да. Да, кривляется зачетно. И слова нашей иконы. На Энгтон можно поставить. Наши иконы самые красивые. Позвонит тебе какой-нибудь художник из законописной мастерской. И наши иконы самые красивые. Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Ну че, какие выводы? Значит, ну... Совсем не в теме. Не знает, про че пишет. Ну, посмотрел, познакомился. Маленечко, чуть-чуть, слегка путем. Ну да, тема православной субкультуры совершенно не раскрыта. Вообще. Бабка, конечно, зачетная, но бабка не православная. Нет, не православная. Тема церкви общества. Ну, в общем, не раскрыта. Но просто спела про иконы. Хотя можно было бы... Про цветочки, про че хочешь. Причем даже с цветочками было лучше. Потому что цветами маши как угодно. А чего иконами перевернутыми махать? Да еще перевернутыми. Ну, в общем, как бы советуем человеку или петь на английском, чтобы не позориться, никто бы не заметил. Или учить предметную часть. Разобраться в субкульту и про что поешь. Точно. Лучше бы у тебя мозг разбирался. Че дальше смотрим? А дальше мы хотели послушать следующий клип от ансамбля Бабушка. Православный карантин. О, уже название. Завлекает уже. Уже актуально. Да, круто. Кабин-19. Кабин-19 чучело висит. Ха, круто. Чумной доктор. Ага. Бабка че-то похожа на первую. Да. Ха, в мозгах все. Ага. Слушай, музыка зачетная. Круче, чем первая. Да, музон рулит. Я сейчас сплят пущу. А, кстати, бабка-то из прошлого клипа. Похожа, очень похожа. Очень похоже, да. Тут еще девка в косу и молодая. Вот чумной доктор. Да. Кадры какие-то. Я за что заказывал? Так, молодец. О, качевский доктор в аграде. А, молодец. А, молодец. Не качается парад. Не качается парад. Бабки, бог с тобой, ты не один. Народ. Силовать. За счет однозначно. Супер, круто, Рулик. Бабушка Рулик. Ага, бабушка Рулик. Вперед. Ну-ка, да, говорят. Ну, я думаю... Почитайте, как это сидит. Ну-ка, там такого, что не знает даже кого. Клохи. Не, актуально по субкультуру. Ты не один. Классика. Ну, это точно разобрались в православной теме. Надо бы не забывать. Йоу. Ху-ху. Ну, просто. А это чего они затворяют? Да он никогда не окончится. Мы все сдохнем. Не, ну, конечно, подобраны персонажи такие. просто по теме и карантин и православие и патриарх и все и иконы целовать и противогазие в отек и какие-то эти там старухи придурочные машут так надо по кэштегам посмотреть молитесь дома крестный ход дома в общем все сошли с ума прямо безупречно написали прямо идеально и бабка и придраться не к чему даже не ну точно показали что все сошли с ума активные долголетия что ли ну да и всех выгнали на улицу спотом заниматься не ну это вообще это просто бомба это бомба это бомба бабушка рулит да 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 любимка да ну значит во первых раскрыта тема и общественных проблем и православие в этом свете и именно подобранные характерные персонажи как по жизни так патриарх самоизолировался от общественных вопросов да да типа с богом решай а я с богом разбирайтесь 30 лет учили в храм обязательно надо ходить во что бы то ни стало сколько детей уже от православия к сатанизму этим привели сколько семей развалили хождением в храм а потом патриарх такой милый а оказывается не обязательно в храм ходить джей а потом вообще все храмы закрыл на ключ потом этот ткачев то еще не было ни масок ничего он пришел в противогазе в первый хорошо подмечено завирусился завирусился ну и дальше как бы тема как все плавно сходят с ума ну и да иконы целовать как люди там пролезали по всем деревням поперлись обходили все блокпосты туда где в храмы пускают естественно почему бы и нет мы то в крестный ход не поехали в Великоецкий а люди рассказывают как они там чтобы в обсерватор не попасть не доезжали до города и там каких то на левых телегах добирались да и правильно и почему бы и нет из города крестным ходом не выходили там присоединялись на каких то там на полустанках а почему бы и нет нет ну ребята а хочется ж нет ребята зажгли я ничего подобного даже не представлял что может быть в общем ну чего дальше то давай а батюшка батюшка любимый батюшка сладкий кайфовка какая так какая там у него ектинья первая первая да 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 сразу видно храм Христа Спасителя да храм Христа Спасителя бывает а мне там понравилось ходила так мы вложили музыку на богослужение на богослужение да вот оно самое да богослужение хорошее да и вот логотип РПЦ трансляция их странно ух ты а что это глаза такие бесноватые что ли странно а вот дальше опять богослужение идет о рок кстати были попытки литургию на рок накладывать даже митрополит Эларион какую-то аранжировку делал это интересно тут по-моему тут что-то а что это там загорелся странно оригинально очень рок на богослужение да что-то с этой библией это случилось а вот вообще дым дым такой изо рта прямо в воду а это слова как дым и летит и да а и хор ему тоже отвечает таким же дымом ну да 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 а это кто летает это что ты пойми а вот он служит и да ой золотарь огонь дает крест целовать и такие брызги разлетаются и такие визги как обычно когда что-то от черти ух ух такой взгляд такая ярко а что у всех такие глаза ехты черные ух 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 а что богослужение ух ух пепёны тоже такая с черными глазами ух 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 ну какая-то обработка оригинальная да ну оригинальная в общем да только я не понимаю то есть ли то где типа радостно а это здесь как что-то нехорошее и то где показано вот крест горящий люди какие-то тоже урочки какие-то странные да да крест горит огонь везде какие-то еще визги икона да и пешка лица ага интересно как будто какой-то бусонок в храм попал и не а может быть да 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 какая-то инфернальная сущность попала на богослужение и так воспринимает да смотри-ка это динамика да и вот и молитвы и слова вот все как огонь да ну да благодать попаляет нечистую силу да вот я бы так вот это ну вот я я бы тоже так восприняла да да вот кран на чистом смотри это же гнев божий да вот иисус оскарился гнев божий да оригинально очень показали да оригинально очень показали да ооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооо А, вот тоже руки в маленький воздал, я огонь из рук. Да, они прямо такие руки все равно имеют. То есть все, что к благодати, все там показано как с отрицанием. Ага, да. Ну, это типа святой дух, вот тоже, где или огонь, или дым, или какие-то... Да, брызли, бирязи. А люди тоже все на молитве так смотрят, круглым взглядом. Это интересно, в общем, да. Ну да, да, да. А, вот, агнец, агнец. Да, да. То есть люди явно в теме, что такое богослужение, что такое литургия. И что такое духовный мир. Вот, реально в теме, да, круто написали. Какой-то духовный смысл однозначно пытаются раскрыть. Разобрались тоже в теме богослужения. Да, да. Ну, осмотрел. Колокола тоже, тьма, это у тебя вот пошла. Так, так, так. Закончил. Тебе не надо никуда попадать, а в рай, в ад. Ты уже, голубчик, давно в аду. А, я понял, что это. Да, да, дед Дмитрий уже пояснил, про что это. То есть вот... А сверху и приключения грешника? То есть грешник вот умер, он в храм попал, ему там все плохо, его все обжигает. И священник ему говорит, ты уже в аду, и все. Потому что вот есть такие изречения святоотеческие, что ад сделан по милосердию Бога грешникам, потому что благодать грешников обжигает. И ад это место, где нет божественной благодати, где грешникам будет плохо, но если бы там была Божья благодать, как Царство Небесное, им было бы еще хуже. Я думаю, вот эту мысль автор доносит. Так что здесь вот у батюшки глубокий духовный смысл. Другое дело, что вот этот батюш... Другое дело, что эти друзья, они могли вот святых отцов не читать, а просто, ну, размышлять на тему жизнь после смерти, тема там благодать, тема Божьего Жения. А ведь не промахнулись, попали вот прямо... Или могли просто инвертировать, типа, благодать на обратное, там, на зло. Может быть, а... Может быть, да, может, и пытались инвертировать благодать на наоборот, что зло, церковь плохая, а получилось, как бы, да, церковь плохая, но с точки зрения инфернальных сущностей. Да-да-да-да-да, здорово написали. Так что, в общем, да, очень так оригинально снят. Ну, в общем... Да. Ну, чё, значит... Так что, так что тоже круто. Так что тоже круто. Ну, чё, подведем итоги. Первое, как бы, вот, ансамбль Христа Спасителя и Мать Цероземля. Да. В общем, слова по теме... Слова не в теме... Нет, ну, слова там хорошие... Ну, идея была хорошая, да. Да, это вроде хорошая, да, но... Про иконы что-то, но... Совершенно не понял субкультуру, и поэтому и слова не в тему. Ну, не получилось. Да, не получилось. И видеоряд не в тему. Ну, идея хорошая, но тема не раскрыта. Тема православной субкультуры не раскрыта. Абсолютно. Причём... Вторая, это бабушка, это церковь и общество. О, бабушка рулит. И спели хорошо, и видеоряд отличный. Прямо идеально. Да, да. Очень хорошо тема проработана. И про церковь, и про карантин. Прямо классно написали. Да, как раз раскрыт тема церковь и общество. Да. Ну, и батюшка, это уже философские духовные размышления. Именно про духовный мир, да. Да, вот он написал очень тоже хорошо, очень грамотно, очень красиво и круто написал. Да, мне понравилось лично. Тебе так. Да, мне тоже очень понравилось. Это про посмертные приключения грешника. А ещё про взгляд беса на духовную жизнь людей. То есть, это вот эксперименты на тему размышления над православным богослужением. И прямо так чётко сумели написать. Тоже очень оригинально. Классно. Ой. Вот в 90-х годах эту тему пытались развивать, сейчас этого меньше. Но вот хорошо, что сейчас эту тему снова подняли. Ну, слава богу, да. Да, что есть, вот кто не боится, вот энтузиасты есть, слава богу. Ну, в общем, мы рассмотрели три разных совершенно произведения, трёх совершенно разных групп. Пишите в комментариях, как вам, с чем согласны, с чем не согласны. И какие ещё группы и их творчество советуете нам рассмотреть. Да. Вот. А на этом мы прощаемся с вами. Спасибо большое за внимание. Подписывайтесь на наш YouTube канал, ставьте лайки, пишите комментарии. И до встречи в следующих видео. Если поставили дизлайк, напишите, за что дизлайк. Будем работать над ошибками. Спасибо за внимание. До свидания.